привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня ролик буду писать записывать о том как можно посолить и поверить карасей и покажу как двумя даже тремя способами может посолить и двумя способами какого раз сделать лучше я думаю что в данном случае при засолке карася большое значение имеет непосредственно его разделка чтобы он был вкусный еще по можно хотя бы есть потому что костлявая рыбка и разделка тут не первое не последнее значение имеет многие как просто делают карася насчет распороли брюхо вы прошли его посолили солью в этот раз говоря просмотра даже не будем сделаем так как я вижу этот вариант засолки и вялки карася и смотрите до конца ролик на работу длинный но покажу вам все три варианта как можно это сделать во первых по разделке голова нам у него не нужно разделывать будем вот так так называемая бабочка разрезаем вот здесь это первый вариант разделки каратика раз так голова нам его не нужно сейчас просто и отрежем убрали голову и вот так все внутренности выкидываем все раздевали его сейчас всех их разделу помою потом продолжим участие сделаю папа люба таким способом а второй способ на мой взгляд более интересный будет и вкусный если мы возьмем карасика вот так вот от этого плавничка видите примерного прицелимся чтобы выйти вот сюда по булочку так народ еще буквально два слова по счищать чешую или ищущая решайте сами на мой взгляд с чешуей когда рыбка ссорится она более сочная более жирная и она не пересыхает вот отделили спинки также помоем их а брюшки отделяем и посолим их отдельно все разделаем вот так вот всю рыбку на брюшки и палочки ну и на бабочку малая сделаю так полы на так а потом куда будем солить я верну сейчас у грязь уберу уже и продолжим так ну вот друзья рыбку я разделал что у меня получилось у меня получились вот такие вот спинки булочки с некоторой пока мы учимся покрытого ничего страшного также у меня получились вот такие вот пласты так называемая бабочка разделка и также у меня получились вот такие вот замечательные брюшки с брюшек я снял чешую полностью со всех три одна рыба одна ну блюдо из нее три тратимя разными способами надо ее солить все по разу булоки одним способом солить будем бабочку так назовем и другим а брюшки в общем третьем начнем с булочков до этого булочки смотрите какая толщина вот здесь у баллока и какая толщина брюшка какая толщина здесь спинка разрезано но ссылки на толстая чем толще у вас рыба тем сложнее ее просолить нет посредине не проблема но солите нужно дольше а потом нужно будет и вымачивать это неприемлемо для меня я не люблю вымаченную рыбу поэтому балочки мы будем солить в ту звуке бабочку мы будем солить сухим посолом анатоника просолится равномерно а брюшки мы посолим как нибудь очень интересно очень своем соусе замыть начнем с приготовления звука для балычков для спинок этот узлук годится для любой рыбы для крупной ребят обычно на глаз делаю ради вас купил весит килограммы спрашив ставим миску обнуляем смотрите сейчас у меня вот здесь кастрюльки налито два литра на 2 литра воды нам нужно 200 граммов соли крупной всегда старайтесь за рыбу солить это выки варить крупной соль это почтите 20 локер пас 200 грамм соли пошло и сюда нам еще нужно 70 грамм сахара третью часть от объема там все месяцы небольшим вот так 75 вот хотели граммов его сам граммов все сейчас это такой так у нас также пойдет сейчас обязательно точка 3 4 лавровых листика пошли лавровый листик литок для остроты чуть-чуть молотого чили желтый парень чувствовал за вкус перец душистый горошкой без кориандра рыба не рыба добавим кориандра все ставим на печку кипятим 15 минут потом даем остыть и холодным тузлуком уже заливаем нашу рыбку тузлука делайте всегда маленько с запасом потому что у рыбу когда помоете на не остается на не остается вода и концентрация тузлука у вас снизится если вы солите рыбу на длительное хранение допустим там как засолку просто делаете то варим тузлук в этих пропорциях но рыбу мы дополнительно солим сверху солью а потом же заливок на это вот правильно если залить просто тузлуком то концентрация будет небольшая и рыба может пропасть все ставим тузлук на печку пускайте письмо так дальше на блоке соли заварится дальше будем солить вот эти вот карать целиком раздеванный наберем миску насыпаем готовую зашелочную смесь которая состоит 2 стакана крупной соли 2 стакана крупной соли 5 грамм молотой паприки 5 грамм острого перца чили 5 грамм толченого кориандра 5 грамм перца дорожка молотого смесь и не готовая стоит всегда когда будут делать следующий год уже кончается новость не сделать покажу вам подробно видео банялась и ходов у меня присутствует здесь не проморачиваться не будем соль сахар и всякие вкусные трапки получается такая классная штука всегда под рукой пахнет обалденно тут вот только ты не какой-то убирать все так будем солить очень просто берем рыбку рыбка тоненькая даже вот так это взять засыпаем ее всю и отряхиваем вот что соль на ней осталось этой соль достаточно укладываем в мисочку и так далее придавили где не попало соль там прижмите ничего страшного то что трасс раз отряхнули убрали ну и так далее все соседи с эти минут с бабочками со всеми жесток проделаю посолю и будем солить брюшки так друзья ну вот пришел пришла в очередь брюшек коровся нам это вы сама вкусная часть всего этого видео как мы будем начать солить солить мы будем соевом соусе наливаем ну такой объемная с пол-литра надо попробовать свой соус соевый если он разбавленного такой подсаливать не на ой надо маленько подсалить наоборот вот этого так надо будет достаточно да нет солененький нормально подсаливать его не будем вот с пол-литра я налил наверно значит теперь сюда бахнем цедру с одного лимончика сейчас такой вкуснятие мы запасаем с такой простяцкая рыба как карась так достаточно мой запаху сумасшедшая снимана также сюда ложку нормальной острой русской горчички прям такую добрячую ложку чувство бамс чтобы она чувствовалась во всем этом деле нам надо будет морить или саму слоу гости прислали мне меда передали виктор спасибо тебе души ложку хорошего настоящего медленно и гляньте я должен вам это показать кто такой не любит а гляньте какой мед просто сумасшедший виктор ночи от души спасибо тебе вот так все зимой можно болеть не хочу оба она добавляемся суда так начисто снимаем медок пошел оба размешиваем все это дело сейчас это дело разойдется постоит и размешается в однородную массу будет нормально пробуем это уже вкусно право часы пил но это надо еще дело растворить нашу по идее будет плохо подогреваем мед температуру обработку не будем пускай потихоньку расходится друзья все разошел постоял буквально там пять-семь минут не подогревал ничего на сама зашлось и последний штришок буквально чайная кориандр но в этом случае мы его исполняка толканек растолчем все готово посыпаем сюда перемешиваем шатина либо сейчас как все это дело пахнет дома не очень здорово это мыть ну и все теперь берем вот эти вот тоненькие пузики они тоненькие просолиться буквально за часа за два опускаем их туда и все дело вот такая вот шикарная вещь получается так рядом все понятно да все эти брюшки через получать к я еще приду так вот пажанку и чтобы они у меня равномерника все перес просаливались они тонкие это быстро произойдет раза два три за два часа я их перемешаю а потом я повешу их вялиться ребят смывать их больше я не буду вот прям как вот они есть вот так вот это и буду вывешивать я лица это будет вяленый каратики оболочки на норе он те бабочки мы наверное все-таки закоптим посмотрим по настроению все это оставляем на два часа вот этого карася мы оставляем которые бабочки на четыре часа после чего мы тоже мыть не будем вот эту соль я соскребу тряпочка их оботру и повешу и уже сразу вялиться на покажу оболочки тузлук закипел сварился сейчас остынет закину их кастрюльку побольше залипу звуком балочки в этом звуке будут солиться ну хотя бы ночь и вымачивать ее не нужно будет оптимально парасов залили эту звуком подержали там если рыбка маленькая то ночь если побольше там сутки все большая двое суток и субсул субсулка достали и вывешивались разряются и на буду вас отлично так все народ сейчас все все убираем все солится все стоит все готово буквально часть делов вот садимся одной и той же рыбы готовим совершенно разные три вкусненькие закусочки все-таки они могут назвать эти вот штуки всей едой это все-таки закуски закуска пиву просто так оперативчик какой-то нам но это не еда жареный карасик с картошечкой туда и да это так ну все оставляем ничего не мешаем маленько просориться я продолжу так друзья возвращаемся к нашим балычкам из карасика все рыбка готова сейчас я повешиваю в туба сушилась потом ясно поход еще рецепте крыльки и буду являли брюшки и стараюсь на бабочку распоротой уже тоже верится но обулачки маленьком при тормозить ничего страшного потом что когда поверится все вместе соберу один видео и покажу все поехали дальше друзья караськи подвали подвалились вот такие караськи получились которые на бабочку распороты коптить буду коптилки самодельной из бочки вот такие вот пинки сейчас нагреваю ее смесь ольха яблони один к одному поляна лампа нагреваем все запечатываем 2 в 2 нагрева будет с интервалом 4 часа сейчас 8 вечера и 12 ночи еще нагрею и до утра это все дело будет коптить воды коптил очки красной рыбки карасики танцы кобяк ночью получится уже с авто похоже результат ну вот друзья закоптила немножко рыбки и сейчас покажу что получилось так это видео у нас про караськов будем показывать значит караськов тут у меня еще маленько для себя коптил рыбки верхоглядики вот такие вот красные рыбки маленьком по коптил ну короче это чуть попозже к россии делая разными вариантами но вот первый классический вариант это карась распороты по спинке так называемая бабочка вкусненький сухенький копчененький все отличненько такая штука получилась вполне очень с пивком так отличная вещь вот получились смотрите балочки вот этот уже поинтереснее штуки получились они в отличие от этих вот сухеньких карачков они не сухие там есть что поесть они мягенькие они не сочные ну там хоть мясо есть она она не высохла единственно недостаток у них они кослявые и было много их ну народ маленько у меня там попробовали один-второй сегодня заходили на работе там дай вам о че такое интересно 0 и маленько поразгал короче угостил всех вот что осталось с общества города кисуток в нем на ролик снять показать вот балочки тема классная но кослявая но это уже найти есть выход просто правильных порезать разрезать по спинке и передать него так а по вдоль я как-то снимал видео про нарезку кослявой рыбы но вообще бабочки с карасем меня приятно удивили вкусно честно так но самая классная штука что мне больше всего понравилось это вот эти вот животики которые я солил в своем соусе с горчичкой с лимончиком с острым перчиком короче ребят выглядит они конечно не очень презентабельно они совсем точненькие но они вам сказать знаете кому нравится китайская кухня сочетание соленого острого сладкого все в одном этот ваш вариант мне очень нравится вообще прикольная штука есть тут можно чтобы из ребра вот так вот отрывается очень легко их можно погрызть что в этом варианте брюхо вообще сухое вот здесь конкретно вот классная вещь и это на вкус необычно это мне нравится возможно кому то не понравится свой вкус соевый меда там перца и всего остального но это прикольная вещь с пивом очень интересный вариант попробуйте а потом уже сделайте выводы нравится вам ваша это или нет не он зашел отлично это тоже вкусненько конечно но это обычно че тут такого нету быть вода но а вот балочки и брюшки вот эта штука получилось интересно булочки копченые а это просто вялено для не коптил это вот она за так она была у меня стоил соусе я и замочил просто высушил вот такая штука полон видите прозрачная получается за шкурки ну на вкус это очень очень интересно так же на все наверно на этом можно закончить это долгое длинное нудное видео я вам показал все три варианта как я могу приготовить повялить закоптить засолить карасиков все друзья на этом и заканчиваем кому понравилось ставьте пальцы вверх называет не забывайте подписаться на канал нажимайте колокольчик не пропустите ничего нового и самое главное пишите комментарии кому что непонятно всем обязательно отвечу ну все на этом точно . пока не забывайте подписаться на канал